Первоклассные стражи Не знаю, наконец сказала Флэр, но не использовать это место просто кощунство. — Сегодня все изменится, — сказала Темпест, выходя из-за спарринг-ринка с тяжелой металлической ношей на спине. — С этого момента мы будем заниматься здесь утренней зарядкой. Немного сдвинувшись, Темпест позволила узлу, которое нанесла, упасть на пол с громким лязгом. — А что это такое? — Дёрпи первой задала очевидный вопрос. Стукнув копытом по узлу, Темпест отодвинула ткань в сторону. — Ваша новая форма. — Крепко стянутые, на полу лежали три отдельных комплекта брони, выполненные по тем же стандартам, что и броня Гвардии Селестии, они отвечались лишь темно-фиолетовым цветом. — С этого дня, каждый раз, когда вы будете на службе, вы обязаны носить эту броню, а также содержать ее в чистоте и порядке. — Когда броня не на вас, она должна быть в пределах досягаемости на случай, если вам придется срочно в нее облачиться. — Флэйр первой подошла к куче брони. Развивав узлы зубами, Пегаска начала тщательно осматривать каждый отдельный фрагмент. — Мы ведь не станем пурпурными, правда? — У тебя какие-то проблемы с пурпурным, рекрут? — многозначительно спросила Темпест. — Что? Нет, мне просто интересно, — поспешила ответить Флэйр. — На эту броню не наложены заклинания иллюзий. Темпест прошлась перед двумя оставшимися кучами. Принцесса Твайлайт считает, что вместо стандартного изменения облика есть куда более полезные чары. Лайтнинг нахмурилась, когда она, проверив вес накопытников, попробовала махнуть крыльями. — Вы что, не хотите, чтобы мы летали? — Мы хотим, чтобы вы были защищены, — спокойно ответила Темпест, наблюдавшая за оставшимися Пегасками. — Если бы кто-то напал на меня, я бы прежде всего доверилась своим крыльям, — усмехнулась Лайтнинг. — Дёрпи, ты не могла бы подойти сюда на минутку? — вежливо попросила Темпест. Поправив шлем, Пегаска приблизилась с выражением замешательства на мордочке. Табылка-единорог медленно обошла её кругом, проверяя ремни и пластины брони, время от времени останавливаясь, чтобы подтянуть и отрегулировать некоторые из них. Наконец она кивнула и, быстро развернувшись, слигнула Дёрпи прямо в шею. Металл ударился о металл, громкий ляскахом разнёсся по помещению. Не ожидавшая удара Дёрпи отлетела назад и с грохотом рухнула на пол. Она несколько раз перекатилась кувырком, прежде чем остановиться. — Команда, что за хер? — Темпест приказала Флеер замолчать, вскинув копыта. — Чувствуешь? — Со стоном Пегаска медленно встала, её глаза всё ещё вращались. — Эммм, нормально, как мне кажется, — пискнула она. — Отлично. Окружающий свет потускнел на мгновение, когда рок-темпес начал светиться, искря на сломе. Флеер в нервную попятилась назад, глаза Дёрпи расширились, а сама она застыла, глядя на яркий свет. Шар нестабильного электричества вырвался на свободу и помчался к серой Пегаске. Магическая молния взорвалась со слепительной вспышкой и раскатом грома. В замкнутом помещении тренировочного зала у всех в ушах зазвенело. Когда всё наконец проморгались, Дёрпи лежала на полу, крепко вхватив голову передними копытами и дрожа от страха. — Дёрпи, смирно! — Крик Темпес прорвался сквозь страх Пегаски. Дрожь прекратилась, и она открыла глаза. — Встать смирно, Рекрут! Второй крик подстегнул Пегаску к действиям и заставил её вскочить. — Доклад! — Эмма! Темпес вздохнула. — Скажи мне, что ты чувствуешь? — О, я до смерти перепугалась. — Твоё физическое состояние, пожалуйста, — повторила вопрос Темпес. Голова Дёрпи повернулась влево и вправо, пока она осматривала свои бока. — Нормально? — Как видишь, — сказала Темпес, снова поворачиваясь к Лайтнинг, — эта броня зачарована, чтобы защитить своего владельца как от физического, так и от магического вреда. Учитывая угрозы, с которыми принцесса твоя отсталкивается почти постоянно, такая защита так же важна, как возможность летать и уворачиваться. На этот раз Лайтнинг Даст, похоже, не нашлась, что ответить, и поглядела на заспех с некоторым уважением. Тем временем, Флеер уже закончил надевать оставшиеся части брони, и теперь с опаской смотрел на Рок Темпес. Дёрпи охлопала себя передними копытами, всё ещё не до конца уверенная в отсутствии синяков и ожогов от молнии. — Сейчас я проверю ваши навыки, — сказала Темпес, направляясь к одному из тренировочных рингов. — Ты первая, Лайтнинг, убедись, что броня надета правильно. Свифт Шэдоу испустил тихий вздох и сморгнул пятна с глаз. Несмотря на то, что Нексус заверил его, что плащ способен скрыть от посторонних глаз и заглушить любые звуки, Пони всё ещё был очень осторожен. Он находился в доме двух самых магически одарённых кобылок в Эстрии, и ему казалось, что сам замок чувствует его присутствие. К счастью, пока плащ работал, это была идеальная возможность оценить навыки новоявленной гвардии принцессы. Медленно и неторопливо двигаясь в сторону тренировочного зала, Свифт наблюдал, как так его звали Лайтнинг Даст, сражалась с Темпес Шэдоу. Почти сразу же он увидел явное влияние вандерболтов на технику боя Пегаски, которая в основном нападала в полёте и атаковала, используя сложные траектории и удары под странными углами, чтобы попытаться вывести противника из равновесия. В отличие от Пегаски, Темпес была скорее похожа на кусок стали. Она оставалась практически неподвижной, пристально следя глазами за Лайтнинг и затрачивая лишь минимум движений, необходимых для отражения атак. В течение первых несколько минут Темпес позволяла дождю ударов обрушиваться на неё, оценивая технику Пегаски так же, как это делала Свифт. Затем она сделала ответный ход, одним ударом пробив прежь в обороне Пегаски и выведя её из равновесия. Бой закончился в середине очередного манёвра Лайтнинг, когда удар копытом в живот отправил её на пол. Флэйр Варден не так сильно полагалась на полёты и продемонстрировала стандартную технику копытопашного боя, изучаемую в Королевской гвардии. Крылья она использовала мало, в основном чтобы сократить дистанцию или наоборот отскочить в сторону для нанесения новой серии ударов. Как и ранее, Темпес продолжала держать оборону, позволяя Пегаске атаковать, но сразу стало видно, что она добилась ещё меньшего прогресса, чем Лайтнинг. Флэйр явно хорошо знала приёмы и стиль боя, но не слишком часто применяла их на практике. И так же, как и в предыдущем бою, Темпес в конце концов вырубила её. Теперь настала очередь Дёрпи, и бывшая почтальонша показала себя абсолютным новичком в драках. Её удары были несогласованные, ей не удалось сосредоточиться ни на перемещении по земле, ни на полётах в воздухе. В ходе одной из атак, она просто споткнулась о собственные ноги и... нанесла довольно сильный удар. Темпес выглядела такой же удивлённой, как и Свифт, но это не остановило её от контратаки, которая промахнулась чуть не на милю, когда Дёрпи с писком отскочила в сторону. То, что последовало далее, было одновременно комичным и захватывающим, поскольку Темпес преследовала всё более громко извиняющуюся пегасского круг ринга. Казалось, что ни одна из атак пурпурной кобылы не могла попасть в цель, и только когда Лайтнинг наконец закричала «Бей её в ответ», Дёрпи отвлеклась на крик и открылась для мощного удара, который отправил её в полёт в один из мешков для легания. «Любопытно, но не опасно», решил Свифт, делая мысленную пометку. Тем временем, незаметно для шпионящего пони, мешок качнулся ровно настолько, чтобы зацепить стойку с различными гирями. Плохо прикрученный болт на другом конце полки заставил её наклониться. Громкий звук заставил всех вздрогнуть, когда гири покатились по полу и начали рушиться на пол одна за другой. Флэр метнулась к стойке и подняла её край, чтобы остановить грохочущее падение. «Со всеми всё в порядке?» спросила она и моргнула. «Вроде кто-то кричал». «Удачно подхватила рекрут», прокомментировала Темпес травок Пегаски, проверяя остальных подчинённых на наличие травм. «Ты тренировалась?» «Когда жила с семьёй?» подтвердила Флэр. «Как долго?» «С тех пор, как была жеребёнком. С копьём я тоже тренировалась». Темпес помогла Дёрпи подняться, прежде чем повернулась к остальным. «Рада заметить, что все вы не безнадёжны». Лайтнинг Даст и Флэр Варден одновременно облегчённо вздохнули, а мордочка Дёрпи буквально засияла от радости. «Но некоторым из вас придётся очень много работать. По сравнению с остальными принцессами Эквестрии, жизнь Твайлетт Спаркл чаще всего оказывается под угрозой. Я была одной из этих угроз. Так что считайте меня эталоном, по которому я буду оценивать ваши успехи». При этих словах, облегчение, которое Трио Пегасок испытала ранее, буквально испарилось. Смена выражения мордочки Дёрпи, в частности, была наиболее драматичной, от широкой улыбки к неприкрытому отчаянию. Темпес сделала паузу, слегка наклонив голову, когда заметила, насколько легко эмоции читаются на мордочке серой Пегаски. «Вот почему, начиная с завтрашнего дня, у каждого из вас будет индивидуальный план тренировок. Тщательно следуйте ему, упорно трудитесь, и я уверен, что все вы будете соответствовать». В конце концов. В то время, как Флеер и Лайтнинг, казалось, довольно нейтрально отнеслись к похвале, восторг Дёрпи был очевиден. По крайней мере, пока не прозвучало продолжение. «А теперь приберите весь этот беспорядок и ждите меня снаружи». «Как во имя Селестии мы вчера все это просмотрели?» спросила Флеер вслух, широко распахнув глаза и глядя на буйство магии перед собой. «Потому что это построили сегодня утром», ответила Темпест. «Эта полоса препятствий станет следующей частью вашего обучения. Принцесса Твайлайт сама ее придумала». «Серьезно? Это полоса препятствий?» воскликнула Лайтнинг. «Это больше похоже на камеру пыток». «Еще одно слово, я тебе туда пинком отправлю», резко сказала Единорог. «Ваши крупы в эту блестящую броню не просто так упакованы. Проверить броню, копызо на стартовую линию». Полоса препятствий находилась позади замка Твайлайт и на приличном расстоянии от Паннивилля. Было легко догадаться почему, поскольку магия буквально сочилась снаружи. Вначале находилась магически перемещающаяся каменная стена, за которой была группа облаков, непрерывно постреливающих молниями. Далее располагались несколько призм, излучающих лазерные лучи, аккуратно перед неровной поверхностью земли, которая дрожала и сдвигалась, как и самая первая каменная стена. «Пока вы проходите полосу препятствий, полеты запрещены», произнесла Tempest, направляя их к старту. «Каждый из вас должен пройти четыре круга. Если вы не справитесь с этим заданием, то можете быть уверены, что у меня для вас кое-что припасено». Йорпи осторожно подняла копыта в воздух. «Потому что королевская гвардия должна тренировать все части своего тела», ответила Tempest, даже не взглянув в ее сторону. «Если я увижу кого-то летающим, то это плюс еще один круг для всех вас. А теперь вперед!» Флеер и Лайнинг тут же ринулись в полосе препятствий. Йорпи запоздала, поспешила за ними и чуть не споткнулась, когда непривычный вес доспехов дала себе знать. Когда Пегаска начала взбираться по веревке, каменная стена зловеще загрохотала под ее задними копытами. Внезапно сверху начали выдвигаться блоки, надвигаясь словно каменная волна. Списком Дёрпи на пригласе и крепко вцепилась в веревку. Ее задние ноги забили по воздуху, когда ее на мгновение откинуло от стены, прежде чем ударить о нее вновь. Тяжело дыша, серая Пегаска открыла глаза. Ей удалось удержаться, а сверху был только... «Ты никогда не достигнешь вершины, если не начнешь карабкаться!» внезапно раздался голос Темпест. Быстро моргая, Дёрпи посмотрела пурпурной кобылке прямо в глаза, прежде чем посмотреть вниз. До земли было около полуметра. «Точно! Спасибо, командор!» сказала Дёрпи, глубоко вздохнула и снова решимостью повернулась мордочкой к стене. Только для того, чтобы быть сбитой и отправиться обратно на землю. Позвякивая доспехами и постановая, Пегаска перекатилась на копыта. «Я в порядке! Я могу сделать это!» заявила она и без малейшего колебания снова бросилась к стене. «Если ты продолжишь в том же духе!» согласилась Темпест, прежде чем перейти к наблюдению за оставшимися новичками. Неудивительно, что Лайтнингл уже прошла часть, где надо было скакать по облакам, хотя Флеер отставала совсем чуть-чуть. Вскоре обе Пегаски стояли перед призмами, настороженно глядя на них, когда лучи света проносились мимо. Зелёная Пегаска решила взять инициативу на себя и бросилась вперёд, практически танцуя между лучами, только чтобы споткнуться на полдороги. Внезапно облако телекинетической энергии объяла Лайтнинг, и даже прежде чем она успела попытаться прорваться через поле, её выбросило назад к началу части с призмами, достаточно жёстко приземлив на облако. «Какого сена?» «В этой части принцесса действительно превзошла сама себя», прокомментировала Темпест снизу. Это было самым трудным препятствием на их пути, как быстро обнаружила Флеер и Лайтнинг. В то время, как лучи света были достаточно медленными, их было много, и казалось, что вращались они безо всякой системы. После того, как её в четвёртый раз выкинуло в начало, крылья зелёной пегаски раздражённо дёрнулись, выдавая, как сильно ей хочется ими воспользоваться. «Это невозможно!» «Подожди, я вижу здесь систему», сказала Флеер, поднимая крыло и указывая на ближайшую призму. «Вот это светит всё время. Та, что за ней, смещается на 45 градусов каждые 5 секунд, а та, что дальше, делает то же самое, но в противоположную второй сторону». «Круто! И как это поможет?» резко прервал её Лайтнинг. «Я думаю, тебе бы, кстати, тоже не мешало почаще этим заниматься». «Поберегись!» Ни одна из пегасок и глазом не моргнули, когда Дёрпи рухнула на облако рядом с ними. Её грива и хвост были растрёпаны, а на доспех окрасовалась небольшая подпалена. «Уф, эти облака оказались сложными. Спасибо, что подождали!» весело произнесла серая пегаска. «Мэнни!» начала была Лайтнинг, но тут же вздохнула и покачала головой. «На самом деле, да, нам бы не помешала твоя помощь. Как бы ты прошла через это?» Пегаска махнула копытом в сторону поля с лазерами. «Эм, а вы пробовали пробежать через него?» Дёрпи приставила копыта к подбородку и наклонила голову. «Ну, типа, очень быстро». Глаз Лайтнинг даст дёрнулся. «Естественно, мы тут!» «Может быть, ты покажешь нам, что имеешь в виду?» прервала её флеер, ткнув в бок копытом. «Ладно, поехали!» Глубоко вздохнув, Дёрпи подошла к краю безопасной зоны и бросилась вперёд. Быстрым шагом она направилась к первой призме, точно к точке пересечения лучей, чтобы споткнуться ровно в момент поворота призм, так что несколько лучей скользнули у неё над головой. Вскочив на ноги, серая пегаска рванулась вперёд и тут же остановилась, когда призмы сдвинулись во второй раз. Сориентировавшись, Дёрпи повернулась к выходу, как раз вовремя, чтобы снова вернуться от лучей, и побежала Рызццо, теперь двигаясь в идеальном темпе, чтобы оставаться между лазерами, прежде чем благополучно выскочить с противоположной стороны поля. Дёрпи медленно повернулась к оставшимся пегаскам, выглядя немного смущенной, когда те удивлённо уставились на неё. Эм, ну как-то так? Лайтнинг обернулась к флеер, и её глаза сузились. Ладно, расскажи мне ещё про эту дурацкую систему! Свифт Шэду изо всех сил старался не морщиться, прячать за деревьями, окружающими полосу препятствий. Плащ позволял ему подойти ближе, но после последнего инцидента он довольствовался тем, что держался на расстоянии и пользовался биноклем. Насколько он мог судить, все стражи Твайла действовали так, как и ожидалось, за исключением Дёрпи, которую ему становилось всё сложнее классифицировать. В целом, она казалась абсолютно некомпетентной, но всё же она почти без усилий преодолела самое трудное препятствие на полосе. Ты притворяешься? Или тебе действительно просто повезло? Пробормотал жеребец, наблюдая, как серая пегаска начала второй круг, снова пытаясь забраться по верёвке и подпрыгивая на движущейся стене. Если это была актёрская игра, то театр потерял поистине удивительный талант. На втором препятствии Дёрпи споткнулась об облако, сбив он ее с курса и неуклюже перепрыгнула на следующее. «А что вообще означает метка с пузырьками?» задумался Свифт. Вернувшись своим записям, он начал заносить свои дальнейшие наблюдения, не обращая внимания на лёгкий ветерок, который потихоньку сдувал неприкаянное облако в его сторону. «Постой! Нет! Вернись!» вскарабкавшись на своё облако, Дёрпи попыталась поймать улетающее, когда оно пробило сдерживающие облака магический барьер и полетело в сторону леса. «Сосредоточься на дистанции!» крикнула пегаске снизу Темпест, медленно следуя за облаком. «Эта полоса препятствий расположена так далеко от Панивиля не просто так, хотя ни одной из облаков не должно было даже теоретически... КРАК!» Темпест замедлила шаг, заметив почерневшие кусты. «Странно, это не должно было произойти!» «Ладно, я знаю, что слышала чей-то крик в этот раз!» крикнула Флэр, высматривая источник шума. «Сосредоточиться на прохождении дистанции!» повторила Темпест. «Через две минуты я тоже побегу по ней, и ты не захочешь знать, что произойдёт, если я тебя догоню!» взглотнув, Флэр ванула вперёд, а Дёрпи, встав на копыто, прыгнула мимо следующего облака. «С меня хватит, и я сильно извиняюсь!» простонала Дёрпи, положив голову на стол и раскинув копыто в сторону. «Это не единорог!» проворчала Лайтнинг, ховыряясь в еде. «Это какая-то земнопония, которой кто-то выдал рог!» «Или очень стеснительная, Ликорн!» проворчала Флэр. «Я почти уверена, что её доспехи вдвое тяжелее наших!» Сопротивляясь желанию просто толкнуться мордочкой в еду и есть, Дёрпи приняла сидячее положение и подозрила свой поднос. «По крайней мере, на этот раз мы нашли столовую меньше, чем за 10 минут!» «Да, по крайней мере!» проворчал Лайтнинг. «Клянусь, этот дурацкий замок просто ненавидит нас!» «Может, тебе стоит перестать его оскорблять?» услужливо подсказала Дёрпи. «Почему? Он же нас не слышит!» «Ну, это же магический...» «Я знаю, что это магический замок!» заорала зелёная пегаска. После её крика в столовой воцарилась тишина и Дёрпи покорно вернулась к еде. Пробарботав себе поднос ругательства, Лайтнинг заговорила снова, уже более добрым тоном. «Извини, может, ты и права?» Так, словно последних десяти секунд не было, Дёрпи радостно улыбнулась пегаске. «Как ты думаешь, у замка есть имя?» «Замок Твайлайт», просто ответила Флэйр. «Это не совсем имя», задумчиво произнесла Дёрпи. «Ну, нет, но, думаешь, у замка есть с этим проблемы?» спросила Флэйр с некоторой неуверенностью и искосо взглянула на Лайтнинг. «Интересно, есть ли для этого какие-нибудь правила?» с любопытством спросила Дёрпи. «Может, тебе стоит спросить у Твайлайт?» предложила Флэйр. «Кто знает, возможно, у замка уже есть имя». «Может, Твайлайт могла бы попросить замок не быть такой занозой в крупе?» пробормотала Лайтнинг, глядя на кучу пряжи в углу столовой. «Для того, кто прошел обучение у Вандерболтов, ты слишком много жалуешься», усмехнулась Флэйр. «У Вандерболтов все было просто, как мы чаяния. От всего этого магического дерьма у меня уже голова трещит». «Так почему же ты ушла от них?» «Они были слишком медленными для меня», просто ответила Лайтнинг, игнорируя недоверчивость гадстара Пегаски. «А сама чего? Держу паре, что дворец в Контерлоте будет попроще в плане ориентирования». «Да, но тогда мне придется служить с братом, а звание у него повыше моего будет». «Вы двое не ладите?» «Не в этом дело, просто стыдно служить под началом родственников. Кроме того, в Контерлоте скука. В том смысле, конечно, что во время вторжения Ченджинга все казалось захватывающим, но в основном задача стража просто стоять, давать указания пони и следить, чтобы никто не шлялся там, где не положено». «И ты думаешь, что в Панивилле будет интереснее?» скептически спросил Лайтнинг. «В Панивилле очень интересно», мешалась Дерпи с гордостью в голосе. «У нас вторжение монстров почти каждое воскресенье, иногда и по вторникам». «Что, правда?» Зеленая Пегаска удивленно вытрачила глаза. «Тогда почему ты решила стать здесь стражем?» «Потому что я хотела помочь», без колебания ответила Дерпи. «Серьезно?» переспросила Лайтнинг. «Я просто подумала, что на почте плохо платят». «Ну, там действительно платили не сильно хорошо», согласилась Серая Пегаска. «Но на самом деле я просто хотела помочь Твайлайт. Вечно Дикий Лис был настоящей проблемой до того, как она создала оповещающие обереги и организовала своих подруг для борьбы с угрозами. Монстры постоянно разрушали все наши дома и все пони жутко переживали, что за тварь заявится в следующий раз и нападет на нас. Теперь редкость, чтобы монстр хотя бы до опушки добрался, а в городе еще не знали бы об этом. И не только это. Твайлайт так много сделала для пони Виля, что я просто хочу помочь ей, чем смогу». «Вот же ж, не удивительно, что тебя наняли», усмехнула Зеленая Пегаска. «Говорить подобное на собеседование это почти журничество». «Особенно с таким уровнем искренности», согласилась Флеер. «Я ничего не понимаю, что я такого сказала?» Дерпи недоуменно моргнула. Лайтнинг искоса взглянула на нее, прежде чем просто покачать головой. «Невероятно, честная пони». «Извини, я не хотела». «Не извиняйся, Дерпи, миру требуется больше таких пони, как ты. Селестия знает, что у нас слишком много таких пони, как она». Флеер многозначительно кивнула в сторону Зеленой Пегаски. Глаза той снова сузились. «Как я?» «Злая, конфликтная и вечно провоцируешь окружающих. На самом деле, не так уж трудно догадаться, почему ты не поладила с Вандерболтами». «Ты знакома со мной? Второй день, да?» оскалилась Лайтнинг. «И уже считаешь, что полностью разложила меня по полочкам? Потрясающе! Не знала, что в контрлоте наобранцев учат психологии». «Правда учат?» сказала вдруг Дерпи, прерывая назревающий спор. «Эм, а ты не могла бы попробовать одну из этих психошток на мне? Панивельский доктор всегда убегает, когда я пытаюсь приблизиться к нему, а другого очень трудно найти». После этого заявления воцарилось молчание. В конце концов, Флэр его разрушила. «Кажется, это немного непрофессионально. Что произошло?» «Ну, это смешная история. По крайней мере, мне сказали, что это было смешно. Видишь ли...» Прежде чем она успела начать свой рассказ, глаза Дерпи расширились, и она вскочила, споткнувшись в скамейку и отслютовала. Флэр и Лайтнинг тоже быстро встали и повернулись, чтобы приветствовать Темпест и Твайлайт, когда те вошли через двери столовой позади них. «Все вольно», быстро сказала Твайлайт. С облегченным вздохом Дерпи плюхнулась обратно на свое место и положила голову на стол. «Может быть, не до такой степени вольно», заметила Темпест. Серая Пегаска подняла голову, на ее мордочке ясно читалось замешательство, когда она пыталась найти золотую середину между вниманием и удобством. «Мы еще поработаем над этим», заверила ее кобыла-единорог. «Мы с принцессой Твайлайт закончили формирование в течение первых двух часов вы будете заниматься в тренировочном зале согласно индивидуальной программе. После этого вы присоединитесь ко мне для боевой подготовки. После обеда вас будут обучать тонкостям того, что должен знать королевский гвардеец, а последние два часа будут посвящены тактике и прочим военным играм». Пока Темпест говорила, Твайлайт обошла вокруг стола, ненадолго останавливаясь перед каждым из своих новых стражей. Ее рог коротко вспыхивал. В конце концов, она вернулась к командору своей гвардии. «Похоже, броня работает в соответствии с ожиданиями». Небольшая улыбка появилась на морде Темпест. «Отлично, будьте уверены, что вы носите ее все время, пока находитесь на службе в этом замке», напомнила она подчиненным. «И так, — мешалась Твайлайт, «Как прошел аж первый день тренировок? Все ли в порядке с замком?» Свифт Шэдоу затаил дыхание, наблюдая, как обсуждение принимает достаточно странный оборот, когда Дерпи спросила Твайлайт, как зовут замок. Жребец практически не обращал внимания на беседу, сосредоточившись исключительно на серой Пегаске. Она что-то скрывала, в этом он был абсолютно уверен, тем более, что Пегаска уже дважды атаковала места, где он прятался, и, независимо от того, куда бы он ни двигался в столовой, косящий глаз следовал за ним. Однако заклинание, наложенное на плащ, работало, Твайлайт и Темпест не обратили на него внимания, так же, как и другие стражи. Может, у него просто приступ паранойи, если Дерпи действительно знала, где он находится, то почему она не сказала об этом Твайлайт? Свифт медленно двинулся к центру столовой, наблюдая, как три кобылки закончили трапезу и покинули помещение. Перед выходом Флеер сделала небольшой крюк, чтобы собрать клубки пряжи в углу. «Это становится невыносимым», произнесла Лайтнинг. «Но у нас уже лучше получается», заметила Дерпи. «Нам понадобилось всего два клубка, чтобы найти столовую, верно?» «Своего рода прогресс», согласилась Флеер. «Просто будь на чеку, как в прошлый раз». С уведенной улыбкой Дерпи отсалютовала, кончиком крыла чуть задев самый верхний клубок и выбив его из кучи. Глаза Сфифта расширились, когда клубок зловещий покатился в его сторону. Подавив испуганное ржание, жеребец рвнулся к прочь к противоположной стене так быстро, как только позволял плащ. Несколько секунд после того, как стражи ушли, Сфифт оставался совершенно неподвижным. Наконец он с облегчением вздохнул, когда любое движение в комнате прекратилось, и голоса пегасок затихли за дверью позади него. Жеребец нервно усмехнулся про себя. «Расслабься, это всего лишь клубам!» «Ой, я забыла свой шлем!» крикнула Дерпи через плечо, слегка нахмурившись, когда дверь столовой остановилась на полпути и не двинулась дальше. Закрыв ее, пегаска попыталась снова открыть ее, но лишь для того, чтобы она остановилась на полпути во второй раз. «Селестия, прокляни, я точно слышала чей-то стон!» воскрикнула Флеер, отлетая назад, все еще тщательно балансируя клубками пряжи на спине. «Это странно, дверь не клинала, когда мы пришли!» сказала Дерпи, еще несколько раз безуспешно пытаясь ее распахнуть. На шестой попытке с другой стороны послышался внезапный хлюпающий звук, за которым последовала яркая вспышка. «Может быть, замок не хочет, чтобы я сюда заходила?» предположила серая пегаска. Лайтник с любопытством подошла к двери и заглянула на другую сторону. «Или какой-то пони блокирует ее?» сказала зеленая пегаска, протискиваясь внутрь. Секунду спустя дверь полностью открылась и все могли наблюдать Лайтник, стоящую над телом пони в плаще. «И кто же он такой?» «Не знаю, но он определенно одет в плащ теньей», нахмурилась Флеер. «Прекрасная работа, Дерпи, ты его поймала?» «Но я же ничего не сделала. Надеюсь, слишком большой вред, да я ему не причинила». «Я собираюсь найти Темпест», объявила Флеер. «Дерпи, если он начнется, ударю его дверью еще раз». «Это был несчастный случай», попыталась оправдаться серая пегаска, но ее коллега уже улетела. Оставшись на дне с Лайтнинг, Дерпи выглядела немного растеряно, прежде чем внезапно вспомнила. «Может, нам следует его связать?» «Чем?» спросила зеленая пегаска. «Эм, этим?» Бывшая почтовая пони подняла один из упавших клубков пряжи. Лайтнинг вздохнула. «Сойдет, держи его передние ноги вместе».